И было слово Господне к Еремии вторично, когда он еще содержался во дворе стража. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь, имя Ему. Возови ко мне, и я отвечу, и покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Ибо так говорит Господь, Бог Израилев, о домах города сего и о домах царей иудейских, которые разрушатся для завалов и для сражений, пришедшими воевать с халдеями, чтобы наполнить домы трупами людей, которых я поражу в огневе моем и в ярости моей, и за все беззакония, которые я сокрыл лица моего от города сего. Вот я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины. И возвращу плен иуды и плен Израиля, и устрою их, как в начале. И очищу их от всего нечестия их, которым они грешили предо мною, и прощу все беззакония их, которыми они грешили предо мною. И отпали от меня, и будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалою и честью пред всеми народами земли, которые услышат о всех благах, какие я сделаю ему, и узумятся, и затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которое я доставлю ему. Давайте благословим друг друга, наслаждайтесь миром Божиим, вы благовестник, спасающий эту эпоху. Давайте вместе унаследуем те наследия, опустошенные, которые Бог дал нам в наследие, чтобы оживотворить их. И все, что Бог делает на этой земле, все, что Бог совершает на этой земле, Бог совершает вместе и также совершает через людей молитвы. Всегда, когда Бог желает что-то совершить на этой земле, Бог всегда дает это знать верным Своим и верующим, поэтому благословляю также всех нас, чтобы мы с вами были такими людьми, которым Бог доверяет то, что Он желает сделать и сотворить на этой земле. И начинается уже часок, и это время, и это праздник. И я благословю, чтобы такое же благословение вы также испытали в отношении ваших семей, ваших семейных линий, чтобы вы, подобно тому, как Иеремия, который держался за завет, стали таким человеком, который держится за завет и благодаря которому восстанавливается и семья, и семейная линия, и исцеление, и благословение приходят в вашу жизнь и в жизнь вашей семьи. Чтобы, подобно Иеремии, по молитве одного человека, разрушились проклятия и восстановились благословения, ваша семья благословляю вас всех именем Иисуса Христа. Почему так важно быть нам с вами людьми молитвы, людьми, слышащими Бога и людьми, также понимающими сердце Бога? Потому что мы видим, что несмотря на развитие, которое, казалось бы, все лучше и лучше технологически, совершеннее много чего становится. Но если смотреть на человека и на людей в целом, то мы видим, что эта эпоха, в которой мы живем, это становится эпохой зависимости, различных зависимостей, эпохой различных психических заболеваний, которые также становятся все более серьезными, даже такими, которые врачи не могут их вылечить. И несмотря на развитие науки, психические различные проблемы, они не уменьшаются, их становится даже больше, и они становятся более явными, более даже сильными. Такие различные проблемы, и можно перечислять очень много, какого рода зависимости есть, никакого рода проблемы. И также еще одна проблема — это проблема также того, что церковный кризис, то, что в мире идет, можем так сказать, дерелигионизация, то есть уменьшение интереса к религиям и к различным учениям, это естественно. И проблема в том, что церковь тоже стала религиозной, поэтому церковь также поддается, идет внутри этого течения дерелигионизации. То есть это означает, не просто церковь становится, а перестает быть религиозной, это означает, церковь также перестает существовать, перестает быть. Число вообще верующих в церквях, даже по статистике, которая в Корее, число людей, которые верующие, практически за последние то ли 15 лет, полтора миллиона человек, это очень большое, это казалось бы, может быть, небольшое, но это большое число, около полутора миллионов человек, один миллион семьсот тысяч человек ушло из церкви, то есть перестало ходить церковь. И, в частности, во время даже COVID-19, корона после того, как запрещено было собираться, ну, как не запрещено, можно сказать, да, ограничения на собрание бы, после этого не восстановились многие церкви. И в Соединенных Штатах Америки, также в Европе, церкви закрываются, и многие церкви, здания церкви продаются, потому что церкви не способны, не имеют финансов содержать здания этих церквей. Поэтому сами здания также продаются, и церкви тоже рассеиваются. И очень много, по разным, конечно, причинам, но больше всего, основная причина, мы можем найти много разных причин, но основной причиной является то, что церковь больше, церковь не имеет Евангелия, не несет по-настоящему благой вести. Потому что если будет благая весть, если будет Евангелие, будет сила, будет благословение, и что бы ни случилось, Бог будет продолжать, сохранять и действовать через этих людей. Но когда упускается, упускается благая весть, когда акцент ставится на законе, либо же на мистицизме каком-то, вот тогда проблема приходит. И также разные законы принимаются, которые ограничивают также и пасторов церквей в отношении содержания их проповедей. То есть проповеди должны соответствовать законам, которые принимаются в государстве. То есть, например, в отношении дискриминации, дискриминации меньшин, так как раньше было возможно это в отношении меньшинств, в отношении национальных, либо же религиозных, то сейчас это также и в отношении ЛГБТ. То есть если что-то будет проповедоваться пасторам, и это будет считаться как дискриминационным в отношении иудеев, в отношении мусульман, в отношении людей нетрадиционной, как это обычно мы говорим, нетрадиционной ориентации, но это уже становится чем-то обыденным, очень, и чем-то, что не должно считаться неправильным или порочным. Поэтому даже пастора, можно подать в суд на таких людей, на пасторов за то, что они говорят. Поэтому очень много разных проблем, и причем основная проблема, это проблема в том, что мы рождаемся уже, мы-то осознаем это, понимаем, мы рождаемся с вами, разделенными с Богом, и уже рождаемся даже с ранами, определенными ранами душевными также. И взрослея с этими душевными ранами, постепенно приходят различные психические проблемы, проблемы личности, расстройства личности. И мы видим это каждый день в обществе. Мы видим детей, подростков даже, которые уже различные психические проблемы имеют, расстройства личности, психические расстройства. И проблемы даже возникают не из-за того, что физически чего-то не хватает, а именно из-за внутреннего дисбаланса, внутренних проблем, душевных ран, душевного состояния. мы с вами, можно сказать, не то чтобы даже с душевными ранами рождаемся, мы рождаемся с вами с такой, как духовной раной, потому что мы, люди, которые сотворенные, быть вместе с Богом, сотворенные таким образом, чтобы Дух Божий пребывал вместе с нами, в нас, внутри. И Бог сотворил нас таким образом, чтобы мы с вами могли пребывать в любви Божьей, то есть, чтобы мы могли получать любовь от Бога. И тогда мы сможем уже с вами естественным образом жить, соблюдая, можно сказать, внутри второй заповеди, которую Бог сказал, возлюбив ближнего своего, как самого себя. Если мы не получаем любовь к Божью, то мы не можем не любить ближнего по-настоящему. Просто этой любви не будет. Не любить по-настоящему и самих себя. Поэтому, поэтому что получается? Поэтому люди в итоге, и как результат, и выходит, вот то, что люди эгоцентричны становятся, потому что есть та пустота, есть вот эта духовная рана внутри, которую люди пытаются заполнить, поэтому становятся эгоцентричными. И поэтому другим людям, даже не хотя, дают душевные раны. Что-то говорят такое, что-то желают, сами получают раны из-за других людей, потому что ожидания какие-то есть от других людей, каких-то поступков или чего-то. Но проблема именно в том заключается, что мы с вами не имеем... Если даже мы уже уверовали с вами, и внутри нас уже Дух Святой есть, то нам нужно, конечно же, вот эти отношения с Богом, наслаждаться этими отношениями с Богом, потому что тогда мы будем получать, можно сказать, как исцеление. И в этом мире мы видим, что причиной всему этому, кто за этим стоит, вот эта тьма, присутствие дьявола, это то, что началось в бытие третьей главы. И чем это продолжилось? Это продолжилось в бытие шестой главой, когда мы видим исполинов во времена Ноя. Исполины — это те люди, которые получали силу, получали определенную духовную силу и, соответственно, какие-то знания, мудрость, потому что это не от Бога, а от сил тьмы. И в целом мы видим, что люди тогда жили каким образом? Бог сказал, что мысли человека злого всякое время, то есть они жили эгоцентрично, то, что мы видим и сейчас в мире, и фокусируясь только на материальное, то есть через материальное благо, через материальные довольствия различные, искали всего этого и наполняли себя этим всем. И как результат, также мы смотрим дальше, это бытие 11 глава движения Вавилонской башни, это опять-таки то, что происходит и сейчас в мире, когда люди в погоне за успехом, чтобы сделать имя себе, чтобы прославить себя. И это все кажется, может быть, может быть, это оказаться, когда мы читаем бытие 3 главу, 6 главу, 11, нам не может сказать, что это что-то давно было, и не имеет никакого отношения или связи с нами, нет. Это духовные вещи, и это духовное течение, которое, как тогда было, так и сейчас, просто проявляются по-разному. но суть их одна и та же. Поэтому, если мы с вами не осознаем Евангелие, не восстановим Завет, то будем приходить к тем трудностям, с которыми сталкивались даже и израильский народ также, в результате того, что они упускали Завет, упускали благую весть. И то, что мы читали сегодня с вами, послание Еремии, то, что он писал, он писал, описывал причину, по которой израильтяне, израильский народ, иудеи, почему они в этой беде оказались, почему пришел Вавилон, почему они попали в плен, в пленение, почему их дома разрушены были, почему дети уведены в плен, почему столько всего этого всего случилось, почему храм был разрушен. В 32 главе даже об этом все написано, если посмотреть. И Еремия, он почему оказался вообще оказался в заключении, то есть Еремия, который провозглашал это все, был сын священника Пашур, и он связал Еремию, запер его во дворе стражи, и вот это время, когда он был схвачен, Еремия, сказано, что было слово Господне к Еремии, было слово к Еремии вторично. Что же было первичное слово, какое первое, слово было к Еремии, это было слово о том, что Бог пришел, и Бог сказал, «Я избрал тебя», когда ты был еще в утробе, и еще до твоего рождения. И для чего? Для того, чтобы через тебя провозглашать Евангелие, для того, чтобы через тебя нести слово в этот мир, нести Евангелие, и нам с вами нам с вами, конечно же, важно осознать, что, конечно, когда есть какие-то трудности или проблемы или люди рядом с нами, которые страдают каким-то образом, конечно же, помогать необходимо и сострадать им необходимо, но самое важное, что нам нужно делать, это нужно молиться, чтобы эти люди смогли осознать благую весть, восстановить свои отношения с Богом. потому что сколько бы мы и как бы мы не помогали, если человек не восстановит личное отношение с Богом, то все наши усилия, они хорошими будут, они будут помогать на какое-то время, но они не смогут решить действительно проблему этого человека. Он опять, могут прийти те же проблемы, опять может человек впасть в то же состояние, поэтому важно действительно понимать, в чем корень проблемы, в чем суть проблемы и есть то, что нам с вами важно знать. Даже мы с вами, в какой бы мы проблеме ни оказались, нам важно знать, что Бог, Он знает меня, Он знает в какой ситуации я нахожусь, Он знает те трудности, даже которые пришли ко мне, и Бог знает, почему это произошло, и Бог, Он не просто знает, но Он также действует в моей жизни. Вот поэтому нам с вами нужно вот это точно помнить. Вот то состояние мое, в котором я нахожусь, подобно тому, как Еремия, подобно тому, как Еремия, те обстоятельства, в которых Он находился, и те обстоятельства, в которых израильский народ находился, Бог знает, поэтому Бог дает Слово всегда. Бог знает, и Бог дает Слово, и Он дает то Слово, которое точно является точным ответом, точно показывает причину проблемы, и точно показывает решение. Поэтому и вы прогласите «Бог знает». «Бог знает меня, Бог знает мои обстоятельства». И если Бог знает, то разве Бог оставит меня? Разве оставит Бог меня без ответа? Бог — Он тот, который защищает нас. Бог, который действительно любит нас. Разве Он просто так нас оставит в каких-то обстоятельствах? Даже если эти обстоятельства пришли как результат нашего неверия, наших сомнений, либо нашего эгоцентризма какого-то, от которого мы еще не получили исцеление, Бог не оставляет. Он ждет, когда мы обернемся к Нему. Не спиной будем стоять к Нему, а когда мы обернемся лицом к Нему и откроем свои уши, чтобы услышать, что Бог хочет сказать. И тогда Бог поможет нам, чтобы открылись наши глаза, чтобы увидеть, что Бог приготовил для нас. Поэтому и то, что писалось сегодня, то, что мы сегодня читали с вами. И Бог, Он является тем, Который не просто говорит, но Тот, Который действует. Который совершает Слово Твое, Слово Свое. Поэтому и то Слово, которое Бог дал, Бог всегда его так совершает. Поэтому нам с вами важно знать Слово Божье, держаться за Слово Божье. Чтобы это Слово, оно совершалось в наших жизнях так же. Поэтому обычно, конечно же, проблемы, которые приходят в нашу жизнь, мы с вами... Никто не любит проблемы. Но какие бы трудности ни приходили, Бог через эти трудности поможет нам с вами восстановиться, восстановить то упущенное, что в нашей жизни есть. Поможет выявить то приготовленное, что Бог приготовил для нас. поможет нам с вами идти тем путем, который Бог благословил, который Бог желает, чтобы мы шли, чтобы вместе с Богом на этой земле делать то дело, которое самым важным для Бога является. Дело спасения, потому что это и есть Божье желание. Поэтому Божье имя, имя Господа, это наша крепкая башня, поэтому имя Господа — это то, что нам действительно нужно. Другого ничего нам с вами по-настоящему не нужно. Нам нужен Христос. Нам нужно с вами наслаждаться тем благословением, что мы являемся уже с вами дети Божьи. Дети Божьи, которые стали детьми Божьими, восстановились как образ Божий через Христа. А если мы уже восстановились с вами, как дети Божьи через Христа, то Бог ведь нас... Получается, если мы уже стали детьми Божьими, через Христа мы восстановились. Значит, Бог нас привел к этому спасению. Поэтому нужно доверять нам Богу, потому что это как прошлое Бог использовал для того, чтобы мы с вами осознали, пришли к благовестию, осознали Евангелие, услышали Евангелие. Поэтому точно так же и сейчас даже, какие бы трудности или проблемы не были, Бог через эти трудности, какие бы ни случились в нашей жизни, Он приведет нас... Он приведет нас, чтобы мы с вами могли выявить какой-то ответ, чтобы смогли, как мы говорим, выявить благословение, восстановить что-то в своей жизни, осознать что-то в своей жизни и смогли доверить свою жизнь в руки Бога по-настоящему. Доверить Ему. Потому что Бог... Если какая бы... Доверить в том плане, что даже если какая-то проблема сейчас пришла в мою жизнь, Бог допустил эту проблему, значит, это не та проблема, которая может меня победить. Но это та проблема, которая уже... Уже есть ответ на эту проблему. Почему? Как? Если даже какая-то проблема приходит, Бог желает, чтобы мы чему-то научились, что-то выявили, что-то восстановили, от чего-то избавились в своей жизни, что нам не нужно по-настоящему, тому, что мы думаем, нужно. Поэтому это касается всех сфер жизни, и семья, и работа. И сейчас, во время часов, особенно для многих верующих, это немножко такое обременение такое, потому что нужно встречаться с своими родственниками, родными, которые... Многие из них ещё не верят, которые как-то презрительно смотрят, может быть, с насмешкой могут даже кто-то смотреть на нас, потому что с их точки зрения мы просто там в пустую тратим время, ходим в церковь, или там слушаем какие-то лекции, или там тратим своё время, тратим свои деньги, просто нас используют, много чего могут говорить, потому что они не видят духовной реальности, не осознают, и они не осознают, какой результат этой веры нашей, и они ещё, может быть, отчасти не видят изменения, которые внутри нас произошли и происходят, потому что изменения в жизни приходят после изменения в наших сердцах, в наших мыслях. И, конечно же, некоторые, может быть, даже такие люди, которые были в церкви, или знают опыт, имеют в церкви, и получили раны какие-то из-за людей в церкви. Такое тоже может случиться, потому что, конечно, в церкви не нужно искать, чтобы в церкви были все совершенные люди. Могут быть какие-то... Что-то услышать мы можем такое, что как бы может быть нам... Лично может быть какую-то проблема может быть, но нужно помнить, что это не имеет отношения никакое к Богу, если даже это что-то случается. В том плане, что это могут быть ещё какие-то проблемы ещё человека, не получившего исцеления, не получившего ответы. Поэтому нам с вами нужно... То, что Пётр сказал, посмотрите, 1 Петра 3 глава 9 стих. Что он говорит? Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы исследовать благословение. Поэтому смотрите, если этот человек обманулся дьяволом или каким-то образом обманулся самим собой даже, и он... этот человек что-то плохое для вас сделал, что-то сказал, если вы ответите точно так же, то это не остановится. Это будет продолжаться. Поэтому и сказано, уклоняйтесь от зла, делая добро, ищите мира, и стремитесь к нему. Почему? 12 стих сказано, что... Потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы... Потому что... Потому что Бог, Он... Поэтому нам с вами... Может быть, это казаться неправильным или глупым, или, не знаю, с точки зрения людей, когда кто-то вам злое что-то или плохое говорит, а вы не отвечаете этому человеку. Я не буду думать, а вы слабый какой-то. Но по-настоящему в этом и есть сила. Не отвечать злом на зло. Наоборот, молиться за этого человека, чтобы сокрушились те силы тьмы, которые действуют в его жизни, обманывают его. Если вы искренне будете молиться за такого человека, вы увидите действие. Вы увидите через месяц, два, три, какое-то время, вы увидите, что этот человек даже изменится. И он даже, может быть, придёт и извинится перед вами за то, что он сделал. Поэтому не будет верующий с протянутой рукой и не будет в посмеянии находиться, потому что Бог стоит за нами, потому что Бог вместе с нами. И действия Божьи, если Бог что-то сделал, что-то желает делать, то никто не сможет остановить то, что он сделал. И какая бы проблема ни пришла, она не сможет стать каким-либо препятствием для совершения Божьего плана. Если Бог что-то запланировал, это всё равно совершится. Мы с вами, когда на прошлой неделе так же и было слово в течение недели, мы с вами смотрели в отношении Давида и Абесолома. И даже та ситуация, даже та ситуация, которая с Абесолома была, когда Абесолом желал, хотел даже убить Давида, но Давид что сделал? Он не стал убивать или воевать с Абесоломом. Он просто убежал, сбежал, чтобы избежать вот этого всего. И когда даже... Даже что случилось потом с Абесолом, что он погиб, Давид, он так же понимал, почему это произошло. Давид понимал, почему так произошло, потому что это был также результат того как бы действия, что... По какой причине это? Потому что Давид сам, он так же... Из-за него, из-за того, что неправильное он сделал, когда даже Урия был убит, потому что из-за Версавии. То есть он понимал, почему это произошло все. И он не имел какого-то зла или какого-то плохого сердца в отношении Господа. Но Бог... Поэтому нам с вами... Что нужно верить? Бог... И что нужно точно знать? Бог, Он знает мои обстоятельства. И если даже что-то случается в этой жизни, это не потому, что Бог как-то меня хочет наказать. Проблемы приходят не потому, что Бог наказывает за что-то. Как бы... Эти проблемы могут прийти те, которые Бог допускает в нашу жизнь. И эти проблемы также приходят как результат наших каких-то проступков. Но все равно даже в таких случаях Бог не оставляет нас. И что хочет Бог? Он, Бог, хочет, чтобы мы открыли глаза Свои, чтобы мы увидели, какой у Бога план есть для нас. как в 33 главе... В 3 стихе там что сказано? Что... Воззови ко мне, и я отвечу тебе и покажу тебе великое недоступное, чего ты не знаешь. Поэтому у Бога есть... Божий план. У Бога есть что-то, приготовленное больше, чем даже мы можем себе представить. Потому что, как в 55 главе, то, что мы также с вами и на прошлой неделе говорили, Бог говорит, что мои мысли и ваши мысли... Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. И 9 стих давайте вместе прочитаем. Но как небо выше земли, так пути мои выше пути ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Поэтому, слава Господу, что это так, что мысли пути Господни выше, чем пути наши, и мысли Господни выше мыслей наших. Что это значит? Что это лучше, и это более совершенное. И поэтому не нужно беспокоиться. потому что даже те трудности, которые какие-то мы будем проходить через эти трудности, это все то, что ведет к Евангелию. Что значит к Евангелию? Ведет нас к тому, чтобы мы могли увидеть, испытать в своей жизни, стать свидетелями того, что Бог Он есть живой, и Бог Он любящий, и Бог Он заботящийся о нас, и Бог Он не просто о нас заботится. Бог желает вместе с нами совершать действия спасения всех людей, потому что Он желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И даже если видите, когда даже израильский народ попал в плен, стал рабами в Египте, потом в плен в Вавилоне, Бог, Он совершал проповедование, чтобы и цари вавилонские хоть даже так, но услышали благую весть, и чтобы люди, другие народы также могли услышать Евангелие. Что значит Евангелие? Что есть истинный Бог, и что есть та проблема, из-за которой все это происходит в этом мире. Поэтому всегда Бог дает Евангелие, в каких бы проблемах ни оказались люди. Когда Адам и Ева, они согрешили, и когда грех вошел в мир, Бог дал ответ Бытие 3 глава 15 стих и 21 стих жертв через жертву крови. Когда проблема пришла в эпоху Ноя, то Бог что дал? Какой ответ? 6 глава 14 стих Ковчег, построи ковчег, и кто войдет в него, тот будет спасен. Когда уже израильтяне попали в рабство в Египте, то что дал Бог? Бог дал завет крови пасхальный агнец. И когда уже в Вавилоне были в плену, Бог дал ответ Исаия 7 глава 14 стих Благословение, которое будет благословение Эммануила, то что Бог вместе. Поэтому Бог не оставляет нас, даже если мы заблуждаемся и куда-то уходим, все равно Бог восстанавливает нас. Бог желает, чтобы в нашей жизни восстановилась благая весть, чтобы благая весть укоренилась в нас, чтобы мы получили исцеление, чтобы благая весть стала нашей сущностью, и чтобы таким образом мы сможем приносить плоды Богу. И когда посмотрим мы с вами жизнь Павла 2 Коринфянам 1 глава 8, 9 стихи, там что сказано? Когда они были действительно в больших проблемах тогда, он сказал, что «Ибо мы не хотим оставить вас братья в невидении о скорби нашей, о проблемах наших, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверхсилы, так что не надеялись даже остаться в живых». Но 9 стих, что сказано? «Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего даже мертвых». и 10 стихи, там также сказано, «Который и избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит». поэтому, когда мы с вами еще вот… Ну, такая сущность у нас в людей, когда у нас еще силы есть, когда еще деньги есть, когда еще силы есть, то мы не на Бога надеемся, мы на себя надеемся. А Павел поэтому пишет, что мы были в таких обстоятельствах, когда никакой надежды уже вообще не было, ни на что уже не было надеяться, никакой… То есть ситуация, когда своими силами невозможно что-то поменять или решить. И это то, как тогда уже действительно взираешь искренне на Господа. Поэтому давайте не будем доходить до таких моментов, когда мы с вами уже будем в таких проблемах, когда уже своими силами ничего невозможно решить и потом уже смотреть на Господа и сказать, «О, Господь, только Ты, сила моя, только Ты моя надежда». Давайте сейчас пока еще нету каких-то таких проблем придем к Господу и скажем, «Бог, Ты моя надежда, только Ты, Господь, сила моя». И будем спрашивать, будем спрашивать Господа, чтобы Он показал нам, как Иеремия, великая недоступная. Давайте придем к ответу Христос, что нам нужен только Христос. И есть такое движение проповедования в университетах, это называется на английском «College Crusade for Christ». это движение «Завоевывать университеты ради Христа». И пастор, который начал это движение проповедования в университетах, в колледжах, он дал как-то такие 150 вопросов и все эти, которые обычно мы студенты, проблемы, которые могут, с которыми мы можем сталкиваться. И вот все эти ответы, все эти вопросы, ответ действительно он показал, что ответ на все эти проблемы лежит. И ответом на это всего является Христос. Какая бы проблема ни пришла, она приходит как результат по-настоящему духовной проблемы. Это может быть физическая проблема или психическая проблема. Какая бы проблема ни пришла, корнем этой проблемы является то, что люди разделены с Богом, то, что люди не получают любовь Божью. Как результат и психические проблемы, и физические проблемы. Поэтому восстановление этого всего приходит через Христа. И посмотрите, как мы сегодня говорили уже, благодаря одному человеку даже, такому человеку, как Иеремия, приходит благословение. Даже целый народ получает благословение. Поэтому и мы с вами давайте будем молиться, чтобы быть такими людьми, благодаря которому моя семья, моя семейная линия, дети и дети детей моих будут в благословении. Как 6 стих говорит, Бог говорит, что я приложу пластырь и целебные средства и уврачу и открою обилие мира и истины. Поэтому благословляю, чтобы вы стали теми людьми, благодаря которым исцеление придет на ваше местодействие. может быть это и семья ваша, может быть это и место, где вы работаете. Поэтому исцеление, если вы будете там находиться, если вы будете этим человеком, который действительно ищет Бога, который ищет Божьего желания, то вы станете тем человеком, через которого исцеление будет приходить в жизни людей на этих местах действия. нам не нужно с вами, чтобы из-за вас чтобы даже если мы говорили с вами, даже если кто-то что-то казалось бы злое делает вам, все равно молитесь, сокрушайте силы тьмы и благословляйте этого человека. Что значит благословляйте? Это означает молитесь за этого человека, не осознавая, что почему этот человек такой даже стал, откуда у него это зло вообще берется. Поэтому нужно сокрушать наша брань не против плоти и крови. Правильно? Поэтому вы и находитесь на этом месте действия. Потому что если не вы, то кто будет молиться за этих людей? Если не вы, то кто будет благословлять и сокрушать эти силы тьмы? Поэтому мы иногда ожидаем, как вот 7 стих там сказано, «Возвращу пленные иуды, пленные Израиля, устрою их как начальник». Мы очень часто думаем, что, а, если я там, то там все должно быть хорошо, все люди должны быть хорошими. Может быть, так будет, но изначально может быть, такого и не быть. Именно поэтому я и нахожусь на этом месте действия, чтобы эти люди, которые там находятся, вернулись к Господу. И поэтому, что сказано и в 8-9 стихе, «Если они вернутся, вернутся, чтобы, говорит Господь, я их очищу от всего нечестия, которыми они грешили предо мною, и прощу все беззакония их, которыми они грешили предо мною и отпали от меня, и будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалою и честью пред всеми народами». Вот что Бог желает, чтобы мы с вами люди стали чем? Радостным именем, чтобы через нас имя Божье прославлялось перед всеми народами. И что тогда Бог сделает таким людям, которые с Ним вместе, которые ищут Божье? Что изумятся и сделают Бог нас такими, что будут изумляться другие люди и будут трепетать от всех благодеяний и всего благоденствия, то есть от всего того благого, хорошего, что Бог сделает для такого человека. Потому что придет время, когда увидят они. Если вы будете таким человеком, который молится и благословляет и не отвечает злом на зло, может быть, это будет поначалу выглядеть или смешным, или необычным, или упущением для вас, что почему ты не ответил, не защитил себя. Но через время истина явится. Поэтому Бог есть тем, который призвал вас. Бог есть тем, который отвечает на наши молитвы. Бог есть тем, который желает благословлять нас и через нас благословлять всех остальных людей. Поэтому нужно не просто молиться, нужно молиться по-настоящему, настоящей, истинной молитвой. Нужно молиться, искать Слово Божье, искать Божий план, искать Божью миссию для себя. Не просто идти на работу, не просто быть в семье мужем или женой или кем бы мы не были в наших семьях. Нам нужно быть источниками благословения. Мы можем такими быть, когда мы будем наслаждаться взаимоотношениями с Богом и когда мы будем слышать голос Божий. Поэтому давайте станем такими людьми, молиться, чтобы стать такими людьми, как был Еремия, который слышал голос Божий и молился о том, о чем, что является угодно Богу и стал таким человеком, через которого исцеление и восстановление пришло в жизнь израильского народа. Мы с вами видим, что даже молитва одного человека может много чего изменить. Посмотрите, как молитва и сердца Иеговеды, матери Моисея, молитва и сердца Анны. когда Анна осознала, когда Иеговеда в отношении Моисея, когда Анна даже потом также осознала, что есть желание Божьим, что Бог желает, Бог нуждается в Назарее, в том человеке, который сможет слышать Бога, сможет выполнять ту работу, которую Бог желает, чтобы восстановить народ, чтобы восстановить благую Весть, чтобы восстановить Завет. Поэтому нам с вами нужно стать таким человеком, который слышит Бога, который видит сердце Бога и стать человеком, который станет источником благословения. Поэтому давайте с вами поверим в то, что Бог нас призвал быть тем одним человеком, через которого Он восстановит благословение, восстановит семью, восстановит семейную линию, восстановит народ. И даже благословения в весь мир придут благодаря нам. Не смотрите на себя низко, смотрите на себя, как Бог смотрит на вас. Поэтому благословляю, чтобы мы с вами наслаждались победой, потому что мы с вами сражаемся, сражение, которое уже мы имеем победу. Это уже то, что победа уже дарована нам. Поэтому давайте наслаждаться этим, чтобы началом всего в нашей жизни было слово и молитва, и чтобы мы с вами действительно укоренялись, чтобы Евангелие укоренялось в нас, и чтобы через нас благословения сошли на наши семьи и все места действия. Субтитры создавал DimaTorzok